Всем привет! Сегодня мы в тире калибр и у нас очень крутые фонари ночного видения от американской фирмы БСА. У нас ND3 на 40, они бывают также ND3 и ND3 на 50. Включаются они диаметром объектива и соответственно корпусом. ND3 самый маленький, средний на 3 на 40, позволяет... Ну, для начала я расскажу, что тут есть вообще. Стоит он там порядка 15-16 тысяч рублей. В версии Sub-Zero позволяет работать при низких температурах до 20 градусов и в принципе ниже. Вы можете сами протестировать, положив его в морозилку. Открываем кейс. Что мы видим? Сам фонарь. Весит он 340 грамм. С настроечкой светового пятна. Выносная кнопочка вкручивается сюда и позволяет, установив прицел, не отрываясь от него, светить и пользоваться как ночником. Сейчас продемонстрирую фокус фонаря. Вот у нас тут 10 метров. Соответственно, это самый маленький. Вот и самый большой, в районе полутора метров диаметра получается. Световое пятно на 10 метров. Здесь у нас, соответственно, разные крепления. Это крепление на антабочку. Это колечки на вивер. Этот у нас на другую антабку. И крепление с зажимами на оптический прицел. Сейчас установили фонарь для ночного видения на оптический прицел и винтовка FX Crown. То есть, смысл в чем? Еще раз я объясняю. Вы прицеливаетесь ночью, включаете фонарик. Тут идет настройка, соответственно. Ну, естественно, днем вам будет удобнее настроить этот фонарь. Чтобы у вас фонарь светил туда, куда вы направляете окуляр оптического прицела. И включаете. Сейчас как раз оператор покажет на 100 метрах, как будет выглядеть световое пятно фонаря BSA. Вот мы видим как раз световой поток. Это минимальная фокусировка на расстоянии 100 метров. Вот совсем маленькое пятнышко. Фонарем можно пользоваться на расстоянии 350 метров. То есть, на 350 метров вы наводите оптический прицел вместе с этим фонарем. Фокусируетесь и видите, что там происходит ночью или в сумерках. Для этого вам не нужно снимать оптический прицел и ставить ночник. Вам достаточно просто, соответственно, поставить прицел. Либо на оптический прицел сверху с помощью специальных креплений. Либо, вот как у нас на импакте, есть боковые планки вивер. Вот, можно поставить, соответственно, с помощью специальных креплений на них. Напомню, это модель Sub-Zero. Она работает при температуре до минус 20 градусов. То есть, можно ночной охотой заниматься успешно с этим фонарем. Лучек на 100 метров можно сделать совсем маленький. Но мы еще покажем в полной темноте. На 100 метров лучик получается вот сейчас у нас сантиметров, наверное, 15-20. То есть, очень маленький. Можно сфокусироваться прямо на мелкой цели. Не обязательно, что у вас там какое-то облако. Вы прям смотрите, не знаете, куда стрелять. Также можете, соответственно, расширить диапазон. У вас концентрация светового луча получится меньше. Расстояние, на котором вы можете использовать фонарь, тоже будет меньше. Но зато вы можете наблюдать огромную площадь. Например, это удобно при поиске целей. Вот, кстати, мишенька. Сейчас я наведу, покажу, какой здесь лучик. Видите, он совсем маленький. На 100 метрах он примерно вот такой у вас получается. То есть, в районе где-то 15 сантиметров. И, соответственно, он очень четкий. То есть, прям все видно, как практически в ночник. И напомню, фонарь стоит в два раза дешевле, чем в ночник. Отключается одной кнопочкой. Лазерные фонари BSA Laser Genesics. Для охоты ночью, в том числе и в мороз, можно купить в Охотника Net. Напоминаю, до 350 метров вы можете увидеть цель. И фонарь видно на расстоянии до 8 километров. Это мощные фонари, которые работают ночью просто шикарно. В Охотника Net их еще много.